Привет всем ребят, с вами как обычно Дапо. У меня для вас замечательная новость, мне наконец-таки пришла последняя моя посылка. Это очень на самом деле дорогой и очень крутой преамп для микрофона, который сразу же обрабатывает звук. И по сути, мне больше не нужно во время монтажа, когда я снял уже ролик, сидеть там все это обрабатывать, убирать шумы, поднимать или убавлять какие-то частоты, добавлять объема. Все это делается в прямом эфире и вы прямо сейчас слышите новый звук. По сути, эта штука очень жестко раскачивает мой микрофон, поэтому это одно из обновлений, так сказать, на канале. Я сейчас очень много трачу денег на оборудование для того, чтобы ролики были как можно более классными, что ли. Так, тут пока что пожарных мы видим разных, но до этого я пытался снимать, но, к сожалению, звук записался ужасно, потому что кое-где косякнул. Но это ладно, это все мелочи жизни, а есть вот такой персонаж у нас, Селф Качелья. Я не знаю, кто это и почему они ставят себе фамилию в никнейме вот эту вот штуку, Качелья. Может, это какой-то локальный мем, и вы мне объясните, что такое Качелья, Качерга, короче. Может, вы мне это объясните, я буду понимать весь этот прикол, но меня смущает этот чел. Он спокойно плюс сэшит, не стесняется нарушать. Я сегодня уже видел, как он играл, но, как я уже сказал, ой, так там тот чел тоже плюс сэшит, к сожалению, тот, что этот, что этот. Ну, короче говоря, тут надо и этого, и этого сажать. Давайте я чекну для начала у 737-го Балласа, которого он слил историю наказания. Там есть плюс С и ДМ сегодня, кстати. Окей. А у этого типа получается 373. Прикиньте, у того айдишник 737, а у этого 373, как символично. А этому я выдавал ганбан на 12 дней, и потом еще была куча ДМа, просто посмотрите на эти цифры. Вот, и дело все в том, что, ну, понимаете, этот чел получает относительно недавно ганбан на 2 недели, грубо говоря, и не исправляется, и продолжает нарушать. Поэтому давайте сделаем так. Ганбан 737. Там будет 3 за плюс С, потому что мало наказаний. Но в то же время ганбан 373. Здесь уже будет, ну, 15 дней за плюс С. Раз и два. Все, типчики оба отлетели. А этот чел, он, кстати, помню, стоял на крыше с каким-то админом и постоянно говорил ему, что, блин, я записал какой-то капт, у меня плохое качество, смогут ли мой фрапс принять или за это забанят и бла-бла-бла. Вот все вот в этом духе. Это оправдание из рода, знаете, когда типы заюзали читы и сняли это все в ужасном качестве, чтобы админ, который смотрит это все, не смог спалить. Не смог спалить эти читы на шакальном видосе, который он, походу, снял в формате, знаете, там, старых телефонов 2009 года. 3GP формате, возможно. Короче, все. Типочек получил свое и сейчас спокойно бежит. Кстати, сегодняшний ролик я впервые, вообще впервые в истории канала еще и записываю на Shadow, ой, не на ShadowPlay, а на OBS. Я решил перейти на OBS-ку. Что из этого получится, не знаю, но дело в том, что в OBS-ке намного лучше захватывается еще и звук, что меня, безусловно, радует. Кстати, пацаны постоянно кидают мне вот эти вот монетки, им большое спасибо. А знаете, кому еще большое спасибо? Конечно же, большое спасибо тем ребятам, которые купили подписку второго уровня у меня в Boosty. Благодаря этому они меня поддерживают, так сказать, копеечкой. Ну и, конечно же, попадают в мои ролики, а еще имеют доступ к приватным модификациям, которые я делал на протяжении многих-многих лет. И теперь они их получают абсолютно бесплатно. Короче, это ладно. Спасибо вам большое, друзья. Но у нас вот этот вот типочек что-то тут в репорт написал. Погодите-ка, сейчас посмотрим. Дапо, какие 15 дней? Там челы тоже фастили, алло! Так я про тебя наказал того же типа, которого ты и слил с плюс С. Возможно, ты этого не заметил, но если посмотришь этот ролик, все поймешь. Так, чекаем дальше. У нас тут какой-то интересный балос, который слил кого-то с эмочки, но при этом у него дигл в руках. Он, видимо, заряженный прям. И куда-то активно спешит. Ой, ты как будто как-то странно тэпнулся сейчас. Что это было? С ОБС-ки, кстати, фарапсить довольно-таки удобно, потому что ты всегда видишь, что там у тебя на экране происходит. Я на второй экран вывел ОБС-ку, и я просто вижу все. Вижу звук, знаю то, что записывается или нет. Короче, все прикольно, все обалденно. И мне нравится больше всего то, что этот компрессор, который я купил, или как это, усилитель. Я не знаю, тут просто очень много различных крутилок, которые я накрутил, для того, чтобы все обрабатывалось в реальном времени. Теперь у меня даже шумов на ролике нету. Раньше мне приходилось эти шумы обрезать, уродливо так портить звук и компенсировать это все путем каких-то, знаете, этих музыки, которую я на фон вставляю. А сейчас все просто обалденно. Мне это очень нравится. В общем, ладно. Кстати, я заметил то, что в чате того чела заглушили на 200 минут за неадекватство. Интересно, что он там натворил. Да, по допе. Алло, там челы тоже фастят. Вот фиг ли ты им не выдаешь, гений. Понятно, за это и получил мут. И если вы думали, что я сейчас пока это читал, не видел, как этот чел кого-то задемил, то нет, друзья. Я все увидел, я все знаю. 476. Что ты там надел? Ну, демчик у тебя есть? Сегодня. Сегодня столько типов демили, что у них даже свежие аккаунты уже имеют нарушения. Что он написал? Да, похе-хе. Ну, да, да, да. Ганбан 476. 3. Дем. Вот тебе и хе-хе. Раз уж тебе это так нравится, чел. Вот, кстати, тут эти копы кого-то связывают тоже из балосов. Но этот чел уже получил ганбан, поэтому тупо будет чилить. Не знаю, что он сейчас тут напишет. Прикольно. Ну, ладно. Это нам не особо интересно. Так, у нас там в киллисте есть, во-первых, еще один балос, стоящий около больки. И почему-то слил какого-то гражданского, что не есть. Хорошо. Так, ну, давай, чтобы не возвращаться к тебе, либо же остаться у тебя. Проверим твою историю наказаний. Ну, у тебя здесь, кстати, на удивление не так и много нарушений. Ну, ДМчик-то, конечно, есть. Здесь ДМ, здесь ДМ. Ну, ладно. Короче, если вдруг еще нарушишь, будем к тебе более строго относиться. А пока чекаем дальше. Там еще какой-то был Блэго Фролов. Я сегодня вроде как его видел. И я подметил одну штуку. То, что я никогда в жизни не встречал человека с фамилией Фролов. Чтобы самое главное было две В в конце. Конечно же, я встречал людей с фамилией Фролов. Но чтобы две В в конце, это супер странно. Может быть, я чего-то не знаю. Но, видите, у него и шар, и всякие аксики имеются. Ну, не супер сильно заточенный. То есть, он не прям ультра-какой-то ДМщик. Даже не знаю, как кто. Но, в любом случае, слабенькие такие аксики. Но даже с ними он умудряется ДМить, не стесняясь. Тут недавно Диана, ну, ГА нашего сервера, она сказала то, что если я вижу нарушителей, прям напрямую в одной из жалоб написала, то, что если я вижу ДМ вне ДМ-зоны, которая специально была построена для этого, смело можно выдавать варн. То есть, я могу спокойно выдавать варн, типа, сверху ганбан и все. Он как-то странно бежит за типом и не дает ему покоя. Что тебе от него надо вообще? Поехали со мной! Ну, короче говоря, как-то он странно себя ведет, но он все еще бежит за тем челиком, а тот, походу, спускается в ДМ-зону. Нет, он за него не пошел. Не понимаю пока что. Ну, короче говоря, Диана сказала то, что теперь любой ДМ, это смело даже не Демарган, это сразу варн, а сверху еще ганбан получается. Типов можно просто уничтожать варнами до тех пор, пока они не получат либо блокировку, либо не усвоят урок. Пусть покупают анварны различные и снимают все это за бабки, грубо говоря, и таким образом сливают бабки с сервера. Так, пока он тут просто стоит и ничего не делает, у нас в кюл-листе появился, помимо Домаса Банка, еще какой-то Excite Precune. Не выеживайся, жди же бы! И челик слит. Они уже друг друга оскорбляют зачем-то. Интересная картина, слушайте. Ну да, в итоге он его сам слил. Ты сам оскаешь, во! 5-7-4. Ну, мне кажется, что это уже такой ДМчик прям пошел. Хотя у тебя, в принципе, ДМа-то и нету. У него, кстати, раньше был ник. А, стоп, я не за тем слежу. Стоп. Точнее, не того человека. А! Тебе я, оказывается, выдавал ганбан на 10 дней. И что же ты сделал после этого? Жалоба. Жалоба, жалоба. ДМ-зз. ДМ. Неадекватство, неадекватство. Нон-РП-пис. Нон-РП-пис. Неадекватство, жалоба. Неадекватство. И снова жалоба. Короче, понятно. Никаких уроков не усвоено. Тупо нарушает, как нарушал раньше. Еще почему-то пытается и по этому игроку попасть. Но, может, и какие-то друзья. Поэтому, в принципе, они ни друг друга не это. Не трогают. Кстати, там еще какой-то фрик-кьюн вот этот появился. Только уже на притоне. Это девятка от стек. Интересно. Но он в нашей фоме. Ну-ка, давайте-ка проверим в нашей фоме. Безучайный демщик какой-нибудь. Ну, кстати, нет. Смотрите, у него вообще нет нарушений. А нет, дем один вижу. Был 9-го числа. Ну, такое себе, конечно. Но он хотя бы один. Надеюсь, ты больше этого делать не будешь. Либо ты тогда уже усвоил урок. Если усвоил, то красавчик. А если нет, то, блин, это будет печально. Так, в киллисте какой-то Пэтрик Уилсон. Тоже из от стек. Тоже здесь на притоне. И кого-то слил. А, Кавайну Эстру слил. Где интерьер? А, во, прогрузилась. Так, ладно. Так, это вообще военка. Типчик на военочку залетает. Вот, пытается слить вояку, который стоит в АФК. И в итоге умудряется это сделать. И благополучно уходит. Так, вот только единственное, что меня смущает, это его аксы. Вроде как с аксами-то нельзя. Ты что, с аксами пытался слить его на военке, грубо говоря? Слушай, что-то не круто, блин. Но вояка в ответку уже дает. Поэтому, в принципе, тут какая-то такая стычка. Блин, какой-то Вова Загеев. Он задемил врача. Задемил обычного гражданского. И в итоге слили уже его. Что-то я не очень понял еще. Этот чел стоит там, как будто выеживается. Странная картина. Очень странная. 61, ты кто? Ну да, ДМ, ДМ. Короче, тут даже разбираться особо нет смысла. Но мне кажется, что этот чел сейчас попытается вылечиться. И потом снова начнет ДМить. У него аксов никаких нет. Вот это тупо пустой аккаунт. Без всего, я бы даже сказал. Если посмотреть его статистику. Ну, тут тоже ничего нет. Просто пустой аккаунт. Даже АЗшек нет. Нет, випки никакой. Хотя, опять-таки, 41 левел. К этому времени многие, типа, уже прям нормально так лутают. АЗшки прокачивают аккаунт. Но этот, увы, остался на уровне обычного начального игрока. Но продолжает ДМить. Надеюсь, хоть скиллы-то прокачаны у тебя. 61. Ну да, скиллы-то хотя бы вкачнул. Уже более-менее. Так, ну пока я за ним буду следить. Смотреть, что он будет делать. Ну да, вот он плюс-эшит по обычному гражданскому. Короче, ганбан. Давайте так, 61. 12. ДМ. Это слишком нагло фигачить по гражданским, которые тебе вообще ничего не сделали. Что я сделал? А, он вышел. Ну, это тебе не помешает все равно получить ганбан. Просто сделаем вот так вот. И все. Хотел, получил. До бога ради. Дания Бицепс. Вот это, конечно, Нику типа. Прикольно. Нашел. Перезайти надо. Я не знаю, про что они тут базарят, короче. Так, челик вышел. Понял. Странная картина. Очень странная. А этого челика они как раз таки слили. Четвертый левел, который обычный типа типчик, который бегает по улицам и никого не трогает. Почему они его слили, я не знаю. Странно, очень странно. А это ТСР. Сегодня в ТСР очень много типов ДМила. И я не знал, как с ними справиться. Потому что они, блин, друг друга фигачили. Потом охранников фигачили. Был чел, который даже юзал софты. И сбивал вот эту вот анимку, когда тебя пытаются заглушить. Короче, понятно все. Ну, тут ЗЗ, и тут чел ничего не наносит, никакого урона. Просто мешает, да и все. Ладно, не будем на него обращать внимание. Он, скорее всего, просто хочет, чтобы на него посмотрели. Так, еще один чел и снова у Больки. Что-то у них сегодня тут как будто медом намазано. Они все хотят деймить именно здесь. Странная картина, если честно. А не, он просто вышел. Ладно. А это опять притон. Ну, тут такое себе. Тем более челик у нас с мобилки. Вряд ли бы он тут кого-то разносил с фаста, бы всех там фигачил. Поэтому не буду его трогать. А вот это уже интересно. Типа в лесу другого слил. Некий бензохокаги. Ууу, эмоция гоуст. Возможно, грусть или что-то такое. Прости, брат. Я заберу тебя. Это типа РП? Давай, иди за мной. Ой, короче, понятно. Возможно, случайно слил. В чате напишешь, напишешь, где Буш. Понятно. Про президента, видимо, бывшего Америки говорят. Так, ладно. Чекаем дальше. Ну, опять ТСР. Опять классика жанра. Сегодня тут что-то все разносят. Я вот не знаю, в ТСР это вообще деймить-то можно вот так вот открыто? Потому что он даже не стесняется. Ой-ой-ой. А это тот челик, которого тогда сливали. И прикиньте, что он делает-то. Он уже кого-то задеймил, слышишь? А ты что, получается, сам деймщик, что ли? Ну, у тебя история наказания пустая. Четвертый левел. Так, подошел к тебе челику, который обычный, гражданский. И тебя никак не трогает. Но ты решил, что правильно задеймить его. И отлететь на три часа, скорее всего. Задейм. Да и не париться, я думаю. Какой смысл ты вообще чем-то таким занимаешься? Но меня еще, знаете, что привлекает. Смотрите. Данила Суберспорт. Четырнадцатый левел. Такие забавные ники, типа, иногда придумывают, конечно. У всех же, да, обязательно есть друг в реальной жизни, у которого фамилия, имя Даня будет, а фамилия Суберспорт. Это нормально. Так и бабушек зовут, и дедушек. Конечно, блин. Да, когда же уже ведут правила на запрет, но нарпейников этих непонятных. Данила Суберспорт, бля. Что там у тебя у Данила? Кстати, это Данила, ты посмотрите-ка. Он от меня получал. Что ты делаешь? Ты что, сливаешь от стека? Походу, ну да, еще и после одного выстрела способен сбивать. Поэтому это уже нарушение. Это уже не круто. Так, он попытался активно его догнать. С проверением, сможет он это сделать или нет. Нет. Не смог. Так, еще раз изучаем историю наказаний. Значит, от меня получил предупреждение. За ДМ плюс С. А, так это было в том году. В этом году он почти не нарушал. Ну, нет, но нарпопис плюс С. Ну, такое себе. Где ты вообще пропадал? 14 лавов всего лишь, а у тебя история наказаний с того года. Странная картина. Ну, ладно. Он, короче, просто закрашивает граффити. Возможно, выполняет квесты. Поэтому это не супер страшно. Но будет, конечно, такое себе, если челик все-таки этот ДМит. И позволяет себе всякую ерунду. Ладно, пока я не буду его трогать. Но если вдруг появится в киволисте, то тогда уже выходить точно не будем. Что делает Томас Бэнк? Ну, он, как обычно, находится в этом. В ДМ-зоне. И к нему претензий нет. Единственный чел на сервере, который реально имеет аксы, ДМит вот здесь, где разрешено. Базару 0. А слильник, кстати, вот этого типа. Видимо, тоже там был. 33-й левел всего лишь. Хотя вроде давно играет. Чем он вообще в игре занимается? Ой-ой-ой. А у него, кстати, очень много нарушений. И плюс С, и неадекватство. ДМ, СК, 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 груфы. Плюс С, ДМ, ДМ, СК. Короче, понятно. Самый обыкновенный нарушитель. А, ну центр гетта опять не меняется. И снова тут какие-то челики что-то творят. Какой-то Стеф Куэртс. Что это вообще за чел, я не знаю. Ну, ради интереса просто проверим. 343. Тоже такой айдишник. Какой-то блатной. Че с ним, блатные айдишники ловите или что? Че я сделал? Какой СП? Так, ну у него, кстати, 31-й левел. И вообще нет наказания. Каким боком ты оказался вот здесь? Возможно, оборонялся вот от этого челика, который оффнулся. Вполне возможно, потому что он сегодня уже ДМил вот этот вот груф. Ну, ладно, хорошо. Давайте я чекну еще от этого Алекса Мереса. Потому что он тоже какой-то странный. Не, ну мало ли, вдруг тоже просто нарушает. Это не есть хорошо. Но он сидит сзади на багажнике, на, грубо говоря, в кузове. И вполне возможно, что это какой-то ДМщик. Ну, давайте я... 5-1-5, опять блатной айдишник. Что происходит? Ой, нифига себе. Ну-ка, секунду. ДМ у него сегодня был. КД, КД, понятно. Че-то, видимо, рекламировал. Фиг знает. Потом ДМ у него был недавно. Еще 11-го вчера, получается. Еще ДМ позавчера. Еще позавчера. Тут еще ДМ. Ну, короче говоря... Что? 203-й левел? Серьезно? А, ну да, он приехал. Слил типа. Причем этого обычного. Ну, точнее как, с аксами он сам был. Слил типа из другой банды. И все. Ну, короче, это ДМ. Давайте так. Джейл. 515-й левел. Что-то не есть хорошо. Кстати, этот вот убиватор зашел в игру. И подъезжает ровно к тому месту, где его слили. Интересно, о чем будет делать. Надеюсь, не собирается демить, плюс эшить и так далее. Потому что для него это крайне печально закончится. Я более чем уверен. Там еще на фоне 113-й веселый чел какой-то. Понятно. Бан IP. 113. Чит. Пускай отлетает. Так, а я пока за этим вернусь. Он пытается просто в стороны стрелять. Но это ему ничего не дает. Не, ну это ладно. Это не супер криминал. Я больше переживаю за то, что он начнет реально ДМить. Потому что он вполне себе это может сделать. 83-й левел. И тут вот такая вот страшная картина. Ну, ладно. Если начнет, то тогда получит свое. Круглый бомж лаунчер. Что? Про что они вообще? Так, ладно. Какие-то непонятные разговоры. Не будем в это вдаваться. Давайте чекнем еще Биджон какой-то. Ну, это 4-й левел. Вполне себе просто качает аккаунт. Но странно, что он кого-то слил. Причем он слил-то со снайперки. Откуда ты ее вообще взял? Это меня больше интересует. Ладно. Он тут Цера. Тут обычно ЗЗ большое. Поэтому вряд ли он кого-то тронет. Емир он какой-то. Ну, тут чел просто в юбке. Возможно, он в Шотландии. Либо сменил себе пол. Тут мы его трогать никак не будем. Это, кстати, девятка байкеров. Удивительно, что он в киллисте. Причем слил своего же. Хм. У них что, анти-ТК не включено, что ли? А в центре Гетта, кстати, еще и волки, походу. Дэмит. Ну, кто это такой? Грим? Блин. Алкаш какой-то вообще теперь. Нажимал на одного, появился другой некий Алкаш Трумп. Восьмой левел. Какой-нибудь фейк аккаунт, возможно, 608. Но у него нет даже наказания от админов. Но это неудивительно, точнее. То, что ничего нету. И они, видимо, играют вместе вот с этим вот типом из грувов. И вполне возможно, что вместе и дэмит. Ну, вот обычно от таких парочек много, чем можно ожидать. Они, бывает, даже и софты юзают. По крайней мере, то, что сзади сидит, он точно может что-то подъюзать. Потому что всего лишь восьмой левел. Это пустой аккаунт, считайте. Такой аккаунт можно за один день сделать. Даже круче можно сделать. Интересно, у него на этом восьмом левеле вкачаны скиллы? Или он про них забил? На них забил, да. Ну, Дигл только вкачал и все. Неудивительно. Обычно так делают челики, которые ходят на копты. Но сомневаюсь, что он на копты ходит. А тем временем наш киулист опять забивается какими-то экстези Дил Росо. Это вообще что, кто? А это вояка. Возможно, он отбивался от балосов, которые пытались напасть на военку. Поэтому окей. Пока что не будем трогать. Так, стоп. Почему он сидит, во-первых, на задней? Без водителя. Такое ощущение, что он двигался сзади. Как будто софтами играл. Надеюсь, что это не так. Так, их сбили. Но, кстати, он не стал психовать, как некоторые, знаете, и сразу дэмить. Они поехали дальше на заправку спокойно. Капец. Сейчас вообще скучно. Все продали верты и в ЧСП ушли. Ну, друганы. Да неудивительно. Они до этого наверняка еще и нарушали дофига. Потом поняли то, что в итоге их наивная фразочка да, по ПСЖ в вип-чат не работает, и они решили просто по-кринжовому свалить. Да и хорошо. Не я их забанил, так они сами свалили. Поэтому сервер уже лучше. Они упоминают Вали Клоста, игрока, который очень много дэмил, играл с мобилки, постоянно выеживался, в том числе в мою сторону, и в итоге взял, зачем-то продал вроде аккаунт, по-кринжовому получил вечную блокировку и ЧСП всего проекта. Типа, ну, черный список проекта. Тебе на любом сервере Аризоны, Родины или где-то еще он просто играть не сможет. Если узнать, что это он, любой аккаунт снесут просто так, без причины, в любой момент. Поэтому чел тупо кринжанул. Да. За какие-то копейки сливать свой аккаунт, ну, это, конечно, да, такое себе. Но да бога ради, пускай делают, что хотят, и, как я уже сказал, нашему же серверу лучше, потому что клоуны сваливают свои аккаунты, продают, их банят. А мы спокойно играем дальше, больше места, больше всего. Так что все окей. Кстати, вот этот вот убиватор опять здесь, и опять кого-то слил, только на этот раз уже какую-то рифу. Он напал, говорит. Возможно, он это все писал, типа, мне, думая, что я за ним слежу, хотя я даже этого не делал. Ну, кстати, после этого он сразу, знаете, затих и просто стоит. Ну, ладно, двигаться стал, но даже гана в руке не держит. Такое ощущение, что испугался. Кто такой Денус Морд? Так, это, это шо? Какая-то тачка? А, они, видимо, что-то развозят. Клэс, возможно, какой-то выполняют. Поэтому, ладно, пускай это занимается своими делами. Не будем уж их трогать никак. Ну, а так, друзья, конечно же, не забывайте о том, что данный ролик снимался на сервере Arizona St. Rose. Если что, я играю только здесь. Если вы хотите поиграть вместе со мной, попасть ко мне в видео или в мою полностью прокачанную семью на сервере, помните самое главное, вас здесь ждет очень крупный бонус. Смотрите, если вы при регистрации укажете мой ник вот так, и после прохождения начальных квасов укажете мой промокод хэштег DAPO на пятом уровне, за эти три простых действия вы получите больше миллиона вирт на руки. И на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся, поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной, если что, я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну, а с вами был DAPO, всем спасибо за просмотр, совсем скоро увидимся в новом ролике. Всем пока.